Покорить священный остров и открыть новые туристические маршруты. 29 марта из Наринмара стартует снегоходная экспедиция к острову Вайгач. Большое путешествие протяженностью порядка 2000 километров пройдет через Каратайку, Амдерму и Варнак. Участники грандиозной экстремальной поездки намерены собрать информацию об интересных местах большеземельской тундры, которые могут стать основой новых туристических маршрутов. Это для обычной палатки сгодятся деревянные колышки. Для арктического варианта нужны металлические. Почти половину 12-дневного путешествия по большеземельской тундре Даниил проведет под открытым небом. Палатка будет служить ночлегом, столовой и кухней. Мы сначала идем на Каратайку, оттуда на Вайгач, на Варнак. Там на самую северную часть Вайгача. На Вайгаче будем порядка трех-четырех дней. Потом вернемся, поедем в Амдерму. В Амдерме тоже побудем больше суток. Там тоже интересно подснять эти места, посмотреть их. Потом вернемся в Каратайку, уже так проездом, скажем так, и отправимся домой в Наринмар весь. Пять снегоходов, восемь человек и большое желание покорить арктические просторы. Идея амбициозного похода на Вайгач зародилась в 2016 году. Годом ранее другая группа энтузиастов уже совершила переезд на снегоходах до Вайгача, священного острова Ненцев. Путешественники частично прошли по пути экспедиции 1898 года под руководством художника Александра Борисова. Уже тогда большой поклонник Севера и Арктики хотел показать суровый край во всей красе и привлечь внимание правительства к развитию этой части страны. Экспедиция к Вайгачу 2017, можно сказать, преследует те же цели – собрать материал для дальнейшей разработки туристического продукта. Сегодня более-менее освоена западная часть Ненецкого округа. Большеземельская тундра остаётся неизведанной. А остров Вайгач и по сей день считается местом, куда могут дойти только самые стойкие. Вообще, я уже убедился, у острова этого есть душа, потому что у нас уже трудности, он как будто нас проверяет, трудности возникают. И в последние дни у нас уже были, грубо говоря, помыслы отказаться от этой экспедиции, и он нас на стойкость проверяет. И проявили характер, решили, что мы едем при любых условиях, и тут вот начала резко и погода налаживаться, и у людей стало всё получаться, которые там, ну, было под вопросом, что едут они в целом или нет. Маршрут экспедиции тщательно продуман. Получены необходимые разрешения для погранзоны, поставлены в известность спасателей. Для непрерывной связи с МЧС будут использоваться спутниковые телефоны. Возвратиться домой участники экспедиции планируют до 10 апреля.